МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «День города» на ваших экранах. Марина Комиссарова в студии. Здравствуйте. В ближайшее время о главных событиях среды в репортажах моих коллег. Смотрите сегодня. Кушать подано. Рязанские спасатели кормят горячей пищей всех нуждающихся. Хоть потоп. Новые приключения жителей улицы Островского. За последний год трубы в многоэтажке прорывают уже в третий раз. Заповедная сторона. В гостях у зубров побывала наша съемочная группа. Брэкинбор. Это название запоминается сразу. И навсегда, вызывая в воображение сказочные непроходимые чащи, домики на курьих ножках и следы невиданных зверей на лесных тропках. Так называется центральная усадьба Окского государственного биосферного заповедника, расположенного в Спасском районе Рязанской области на юго-востоке Мещерской низменности. Заповедники и национальные парки – особо охраняемые природные территории. Сегодня, пожалуй, единственный способ оберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира. Хотя особо охраняемыми природными территориями испокон веков на Руси были заповедные рощи, культовые места, заказники, предназначенные для охоты князей, царей и знати. Но первый заповедник государственного масштаба был создан именно 11 января 1917 года. Сегодня на территории России расположено более 13 тысяч особо охраняемых территорий, которые занимают порядка 11,5% от общей площади всей страны. Среди них есть совсем крошечные заповедные зоны, а есть территории, сравнимые с целыми городами и даже странами. К одним из самых крупных заповедников европейской части нашей страны относится Окский государственный природный биосферный заповедник, который находится неподалеку от Рязани. Образован он был в 1935 году. Тогда его площадь вместе с охранной зоной составляла порядка 50 тысяч гектаров. А основной целью было сохранение вот этого зверька – русской выхухли. Сегодня же площадь Окского биосферного заповедника составляет приблизительно 80 тысяч гектаров. А цели и задачи, которые ставят перед собой научные сотрудники, значительно расширились. Если для Рязанской области, конечно, это в первую очередь выдача всякой информации для необходимых служб. Я имею в виду для охунчивого хозяйства, для родоохранных организаций, что же происходит с мониторингом вещей. Именно научную информацию. Для Рязанской области мы важны как экологический центр, куда приезжает от 10 до 20 тысяч детей. В основном, кстати, из Рязанской области. Но у нас много, если вы посмотрели в музее, информация «Москва» детей привозит. Это очень важно. Вторая очень важная задача, как на региональном уровне, так и на уровне страны. Третья задача – это, конечно, сохранение всего генетического разнообразия, которое находится как в Рязанской области, так и в стране. На территории заповедника происходят комплексные исследования всех природных процессов. Для этого здесь были созданы метеорологическая станция и даже гидрологический пост. Но самое главное – научными сотрудниками изучаются практически все группы растений. И, конечно же, богатый животный мир. Всегда в заповедниках в основу изучения ставилось отслеживание численности наиболее значимых видов, как крупный копытный, хищный звери. Даже считается, что заповедник, его территория избрана репрезентативной, если там существует самовосстанавливающийся стадо копытных животных и существует постоянная группировка хищных животных, которые оказывают какое-то влияние на копытных, и в то же время, которые служат для них основным источником пищи. В оксовом заповеднике это и есть. А следить численность животных можно только зимой. Метод, при помощи которого это становится возможным, так называемый ЗМУ – зимний маршрутный учет, был разработан здесь, в Окском заповеднике. Каким образом это происходит, нам не только рассказали, но и показали. Первый день мы затираем. Я вам покажу, как это делается. Вот след зайчий, например. Лосиный, зайчий, без разницы. Любой след. Проходит, мы его затираем. Первый день затираем, на второй день, через сутки, мы идем по тому же маршруту, по своему следу, и уже учитываем следы свежие. Вот он за это пробежал, все, одна особь у нас есть. Маршрут каждого инспектора составляет порядка 10 километров, и порой во время его прохождения инспекторы встречаются с животными. Лось, кабан, бывает, что и выбежает. Ну, в основном лось, конечно, он такой ненапоганный. Кабан, у него специфика какая, в болото залез, там холодно, он где-то закопался. А лось непоганный выходит, может стоять рядом. И волки, бывает, попадаются. Конечно, обычным туристам, которые каждый год активно посещают заповедник, вряд ли посчастливится увидеть подобных животных в лесу. Зато они могут познакомиться с ними в музее природы. А вот зубров здесь можно увидеть в непосредственной близости. Сейчас мы находимся на территории одного из двух питомников России по разведению зубров. Это питомник Окского заповедника. На сегодняшний день здесь успешно справляются с восстановлением популяции самого крупного копытного животного Европы. Питомник зубров был создан в 1959 году. Именно тогда здесь начали выращивать поголовья, которые по мере подрастания выпускаются в естественные угодья. В 1979 году на территории заповедника работает питомник редких видов журавлей, основной целью которого является восстановление угасающей популяции стерхов. Также на сегодняшний день заповедникам ведется активная работа по экологическому просвещению. Главная наша цель и задача как раз для того, чтобы донести до людей, вообще зачем, собственно говоря, вот эти вот заповедные территории, природоохранные территории и, конечно же, донести до людей, что здесь происходит, собственно говоря, что изучается, как охраняется. 11 января день заповедников пройдет здесь как обычный рабочий день, но, тем не менее, сотрудники отмечают его важность. Ведь это еще одна возможность напомнить и рассказать людям об особо охраняемых природных территориях. Хотя в этом 2017 году этому будут посвящены все 365 дней, которые пройдут под знаком экологии. В преддверии праздничных выходных жителям дома по улице Островского было вовсе не до подарков и веселья. Прямо перед Новым годом отключили отопление, поэтому праздников жильцы ждали со страхом. Ведь неделя, когда вся страна празднует, могла стать для них временем борьбы с холодом в собственных квартирах. Однако обошлось, тепло упустили. Вот только на этом злоключения не закончились. Сразу после трубы прорвало и залило подвал. Вот уже в третий раз за последний год. Прорыв трубы и затопленный подвал. В доме номер 40, корпус 1 на улице Островского, число проблем достигло своего пика. Они начались перед Новым годом. 28 декабря здесь частично отключили отопление. Лишь 30 веков остались теплыми. Проблема в том, что дом является общежитием. И у многих хозяев здесь всего лишь одна комната. Поэтому в праздники люди остались в абсолютном холоде. После многочисленных жалоб тепло дали. Во вторник. Ни объявлений на подъезде, ни звонка. Неудивительно, что около 4 часов вечера дом превратился в водопад. Сразу у нескольких человек полопались трубы. Самый масштабный прорыв произошел в квартире на втором этаже. Трубу здесь разорвало в пяти местах. Как отопление отключили перед Новым годом. И вода там осталась. А потом морозы были. Вода там на месте была. А потом давление дали. Вода хлынула на пол, затопила соседей и подвал. Остановить ее было некому. Хозяина комнаты дома не оказалось. В драгоценное время ушло на вызов экстренных служб и звонки в управляющую компанию. За эти минуты квартира Александра успела сильно пострадать. Разорвало комнату. Три комнаты. То есть это зал, спальня и коридор. Урождена детская, детский уголок, можно сказать, спальный. Весь разбук. Буквально полугода нет ему. Залили компьютер. Прям подняли. Вода оттуда вытекала. Телевизор плазменный. Сырые стены, отклеивающиеся обои, испорченная деревянная мебель, ковролин весь пропитанный водой и почерневший линолеум. Ущерб превышает 100 тысяч рублей. Сыр расцветает в воздухе и забирается в легкие. А ведь в квартире живут маленькие дети. Дочери Александра 7 лет, сыну 3 года. Просушить помещение родители не могут. Отопления до сих пор нет. А вот в квартире Галины вода уже превращается в лед. Вы видите, там уже и не покрывается. Вот. И везде плесень по плентусам. Обувь вся сыреет уже вытирали. Однако управляющая компания на жалобы не реагирует. Возмещать ущерб они не готовы. Они свою вину не признают. Сейчас из подвала дома откачивают воду, но она уже залила дороги, превратив придомовую территорию в настоящий каток. Примечательно, что в доме 67-го года постройки старые трубы прорывают регулярно. За последний год это третье ЧП. Подобные проблемы уже были летом и прошлой зимой. Однако капитальный ремонт системы отопления будет лишь через 6 лет. Он запланирован на 2023-2025 года. Сколько еще раз за это время произойдет прорыв и сколько имущества обычных граждан пострадает, неизвестно. Но радикальных мер сотрудники ЖЭО принимать не собираются. В морозную зиму о рязанцах не забывают сотрудники МЧС. Помимо того, что на дорогах федерального значения продолжают дежурить оперативные группы и оказывать помощь тем, кто в этом нуждается, спасатели в некоторых точках города угощают людей горячей едой, приготовленной в полевых кухнях. Не отходя от кассы, рязанцы в морозную погоду попробовали угощение от сотрудников МЧС. Морозные дни для горожан и приезжих были согреты горячим сладким чаем и гречневой кашей с тушенкой. Ну и, конечно, вниманием самих сотрудников МЧС. Спасатели разворачивали свои пункты в местах массовых гуляний в праздники. На территории музея-заповедника «Рязанский Кремль» в районе Дашковой песочни около бывшего кинотеатра «Октябрь». По словам самих огнеборцев, особенно по душе их инициатива пришла с детям. Жители благодарили пожарных за вкусное угощение, а также за то, что даже в праздники сотрудники МЧС всегда на боевом посту и в любую минуту готовы прийти на помощь. Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ОМВД совместно с коллегами из отдела МВД России по московскому району города Рязани пресекли незаконную деятельность по культивированию наркосодержащих растений и изготовлению марихуаны. Всего изъято около двух килограмм марихуаны. Кто-то перед наступлением весны уже подумывает над тем, чтобы покупать семена для саженцев в огороде на даче. Другие круглый год выращивают марихуану и наркосодержащие растения. Полицейские получили информацию, что 31-летний мужчина, проживающий на окраине Рязани, может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. В ходе проверки установили, что Рязанец ранее уже был судим за кражу, разбойные нападения и преступления, связанные с наркотиками. А жители дома сообщили полицейским, что на лестничной клетке, где проживает подозрительный сосед, нередко заметен странный запах. Во время досмотра жилища злоумышленника выяснилось, что Рязанец организовал у себя дома нарколабораторию. Для успешного роста растений было оборудовано специальное освещение и обогрев. Были обнаружены горшки со специальным грунтом и семена. Срезанные растения сушились на полу и в шкафу для одежды. Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно изготовил дома около двух килограммов марихуаны. Сейчас полиция устанавливает, пытался ли мужчина наладить сбыт готовой наркотической продукции. 11 января можно без преувеличения назвать одной из самых вежливых дат в году. Сегодня отмечается Международный день. Спасибо! Все мы прекрасно осознаем значения хороших манер, их необходимость в повседневной жизни. Но большую часть благодарности мы выражаем как бы невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако слова благодарности обладают магическими свойствами. С их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции. То, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной. Не спроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается слово «спасибо». Произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, оно может послужить вам хорошую службу. Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога «сэнкью» также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это говорит о том, что «спасибо», произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно важные значения для культуры любого народа. Известно, что староверы не используют слово «спасибо», они избегают его в своей речи, поскольку считают, что это слово родилось из словосочетания «спаси Бай». Бай – это имя одного из языческих богов. Психологи уверены, что слова благодарности – это устные поглаживания, которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Слово «спасибо» по уверению психологов действительно является волшебным. Слышав его, человек испытывает эмоции, сходные с теми, которые возникают у детей, когда их ласково гладят по голове. Получив устную благодарность, человек подсознательно настраивается на позитив. Представляете, сколько позитива, например, у официантов или продавцов? Ведь они слышат спасибо по сто раз на дню. К счастью, в нашей стране люди стали чуть более вежливыми и научились говорить спасибо не только за бескорыстную помощь, но и за оплаченные услуги. Однако, дополнительные уроки вежливости никогда и никому не помешают. Еще существует Всемирный день благодарности. Его отмечают 21 сентября. На этом у меня все. Смотрите заинтересовавшие вас новости на сайте город62.tv, в сообществе телекомпании «Город ВКонтакте». Следите за обновлениями в Инстаграм. Я прощаюсь с вами. Хорошего завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok